В Петропавловске многоквартирный дом, где в основном живут пенсионеры, на грани обрушения. Проблем в аварийном доме немало, а на днях и вовсе обрушилась кровля, и жрецы лишь чудом не пострадали. Между тем, в городском Акимате развели руками, мол, поделать ничего не можем, пока людям придется пожить в аварийном доме. Денис Земцов оценил масштаб коммунальной проблемы. Крыша уже невыносимая, здесь вот эти булдыжники падают, каждый день подметают. Этот двухэтажный дом расположен на въезде в Петропавловск. Пенсионерка Людмила Степанова живет в нем 40 лет. По словам женщины, местные власти обещали предоставить новую квартиру еще 5 лет назад. Но мечты о новоселье так и не сбылись. А в минувшие выходные в жилом строении обрушилась крыша. Людмила едва не оказалась под обломками. Вот эти все три штуки, они тяжелые, 5 сантиметров, видите, они сплоченные все три штуки. Они все сплотились, и начался такой треск сильно. А я лежу на диване, телевизор смотрю, трещит, ну думаю, да, ладно, потрещит, потрещит, все. А потом, как начал трещать, с одной стороны протрещался, видимо, уже вот так осел. Потом я начал с этой стороны треск такой сильный, треск, и начала вот эта полоса идти. Я подошла сюда, так еще заглянула, потом отошла в сторону, и я только успела отойти, и он как весь три штуки, как грохнется. Я вот так встала, и вообще испугалась, и стою. А это квартира Бориса Лапшина. На кухне рухнул потолок. Мужчина теперь боится, что единственное жилье может обрушиться в любой момент. Говорит, что неоднократно просил помощи у Акимата, но все тщетно. Вот когда крыши не было, будто заливало, вот она сгнила, потом обрушилась, я подпорки поставил, чтобы вообще не накрыло. В местной администрации подтвердили, что жители аварийного дома действительно обращались за помощью. Там сообщили, что жильцы старой двухэтажки ждут своей очереди для получения новых квартир. Со стороны Акимата мы сделать ничего не можем. То есть несущие конструкции, раз они признаны аварийными, то они невозможно сделать. Капитальный ремонт невозможно сделать, в том числе и текущий ремонт. Поэтому только согласно очередности. Очередность никто по закону не имеет права нарушать. Есть список, есть очередность, есть учет граждан. Поэтому очередность, она четко прослеживается. Всего в Петропавловске зарегистрировано 19 аварийных многоквартирных домов. Все владельцы ждут своей очереди на получение жилья от государства. Денис Зимцов, телеканал ОМАТЭ, Североказахстанская область. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова